Свою последнюю песню Байкалбанк начал исполнять еще в конце апреля. Тогда отделения банка были закрыты, а его клиенты часами стояли в очередях возле банкоматов, чтобы снять наличные. Спустя несколько дней двери в отделениях кредитного учреждения снова заскрепели, однако оплачивать покупки по картам регионального банка оказалось не везде возможным. Тогда руководство заверило, что все будет в порядке. Через 2-3 дня мы выйдем на полнокровную работу как с населением, так и с юридическими лицами. Обещание свое бывший председатель правления сдержал, но частично. Офисы все-таки открылись, да и клиентов в штатном режиме обслуживали. Но позже, а именно с 5 августа, ЦБ отключил Байкалбанк от системы электронных срочных платежей, что сделало невозможным проведением межбанковских операций. А эта весть говорит о скором отзыве лицензии, что и произошло вчера ночью. Решение о применении крайней меры воздействия отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Значением норматива в достаточности собственных средств капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств капитала ниже минимального значения уставного капитала. Другими словами, Байкалбанк совершал операции, которые создавали угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, а дополнительных резервов для подстраховки у регионального банка не оказалось. Для многих клиентов Байкалбанка отзыв лицензии стал громом среди ясного неба. Сегодня те, кто пытался выполнить денежные операции с банкоматами или в отделениях банка, сделать этого не смогли. Я пыталась снять в Зуме. Там хотелось сделать пополнение счета, не пополняет карту, но, соответственно, деньги тоже не выдают. Это второй банк? Да, это второй банк. Скажите, пожалуйста, вам что-нибудь объясняют? Вообще ничего. Сейчас я зашла вот туда вот в офис, сказали ничего, пока ничего неизвестно, ничего не знаем. Я свои деньги сейчас буду получать через страховую, то есть мы только через суток получим. Деньги лежат, извините, нигде никакой операции, видите? Не выдают? Ничего не выдают. А как объясняют, что они? Ну, они глухонемые, они молчат вообще. Не знают никто ничего. Сейчас в банк зашла временная администрация, в соответствии с этими распоряжениями Центробанка. Банк является членом, участником системы страхования вкладов, поэтому как бы дополнительно будет сообщено вкладчикам о том, где и когда они смогут получить свои деньги в рамках договоренной законной суммы. Предварительно с 1 сентября могут начаться выплаты. Страховка возместит вкладчикам всю сумму со всех счетов, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Точную дату выплат через местные СМИ сообщит агентство по страхованию вкладов. Пока штурмовать офисы Байкалбанка нет смысла, а вот перед юридическими лицами предстает туманное будущее. Тем, кто получал пенсии через Байкалбанк, придется навестить пенсионный фонд, либо самостоятельно, либо через интернет-приемную. Для получения сентябрьской пенсии вот этим пенсионерам надо будет просто выбрать какую-то другую доставочную организацию. Это банк, либо Почту России по выбору. Это штатная ситуация у нас в целом по региону. Ежемесячно там несколько сотен человек переходит с почты на почту, из банка в банк. С такими проблемами столкнулись и крымский филиал Байкалбанка, и московский, и севербайкальский. Шансы, что Улан-Уденский банк вновь получит лицензию, не рискуют оценивать даже специалисты. Байер Сидыпов Андрей Дармаев и Евгений Павлов. Новости дня.